ДИКОЙ СМЕСЬЮ РУБРИК А нас давно просят сделать сравнительный тест-драйв этих машин. Более того, сравнения Шевинивы и Дастера проделаны уже не один раз. И различными автоизданиями, и любителями. А вот мы... Нет, не запоздали. А честно говоря, не очень понимаем, почему сталкивают именно эту пару. Ну да, ценник примерно одинаков, но... На этом, пожалуй, и всё. Ведь если хорошо подумать, то целевая аудитория у машин разная. Хотите, докажу буквально за минуту. Сейчас я задам несколько вопросов нашим участникам. И попытаюсь выступить в роли правиться. Дело в том, что я предполагаю, какие они дадут ответы. Скажу больше, я их вижу. Вадим, когда ты покупал Рено Дастер, рассматривал ли ты в качестве альтернативы Шевроле Ниву? Я предполагаю, что мы услышим отрицательный ответ. Нет. Вопрос номер два. До этой машины у тебя была иномарка? Я думаю, мы услышим положительный ответ. Да. Вот оно. Шеви Нива не конкурент Дастеру. Потому что его, как правило, покупает человек, который уже поездил на иномарке. И если подыскивает надёжную полноприводную машину, то в сторону Нивы уже не смотрит. Однако послушаем, что скажет Александр. Саш, какой у тебя автомобиль был до Шевроле Нивы? Опель Вектра Б. Опель Вектра Б. А были наши машины? Да, была классика и переднеприводные наши были машины. А теперь интересный и провокационный вопрос. А купил бы ты за место Шевроле Нивы Рено Дастер? Да, я сейчас рассматриваю это как вариант покупки. И вот оно. Единственное оправдание для этого теста. Хотя Нива и не конкурент Дастеру, зато Рено забирает покупателей у Шевроле. Не зря те же авторевюшники назвали Дастер убийцей Шнивы. И вот здесь мы позволим себе не согласиться с уважаемым автоизданием. Нива жива и будет жить. Почему? Да потому что целевая аудитория у этих машин всё-таки несколько иная. И причина проста. Дастер – кроссовер. А Нива? А Нива – она всё-таки джип. Ну да, рамы нет. Но есть. Мост. Постоянный полный привод. А главное – вот она. Раздатка. Которая и причисляет эту машину к гордому племени джипов. А сколько возможностей для тюнинга? Взять хотя бы вот эту машину Алексея. Ну, на этих шинах она так себе смотрится. Зато, если вспомнить наши осенние приключения, то вот она красавица. А как едет. С другой стороны. Дастер – хоть и кроссовер, но… Это инженерная школа таких монстров, как Рено-Ниссан. А это вам не хухры-мухры. Выпустив эту машину, французы утерли нос всем. И показали, что недорогой и надежный кроссовер возможен. И сейчас по их следам идут другие. Ну что же, французы в очередной раз задали моду. Притом, мне очень нравится инженерная школа реношников. Раздатки и мостов, конечно, нет. Но оно и не надо для кроссовера. А изюм – вот он, трансмиссия. Трогаются владельцы дастеров со второй передачи. А первую применяют на бездорожье. Этакий вариант раздатки, прямо в коробке. Хитрый подбор передаточных чисел. И позволяет нам называть дастера проходимцем. Но главное, что у хорошей трансмиссии есть поддержка просто отличным моторам. Притом, особой популярностью пользуется именно двухлитровый двигатель. И это правильно. Мы всем советуем именно этот мотор. Получается идиллия, когда мощность соответствует возможности автомобиля. 1,6 все-таки маловато. И это намек на шеви Ниву. Вот ей не хватает этой гармонии. Да, раздатка, да, джип. Но старенький, жигулевский мотор, форсированный до объема 1,7. Ну мало ж Ниви его. Поэтому так и популярен у Нивоводов тюнинг. Кстати, дастер тоже тюнингом не обижен. Правда, направлен он в сторону красоты и улучшения именно асфальтовых качеств. Хотя, на наш взгляд, дизайн и так хорош. Пожалуй, трудно придумать что-то лучшее за эти деньги. Джип, да и только. Притом, отдадим должное автофрамосу, российскому отделению Рено. Именно они настояли на переделках дастера для нашей страны. Поэтому и хрома у россиянина побольше. И внутри он лучше, чем европейские дастеры, которые французы продают под знаком дачи. Кстати, здесь мы, пожалуй, выдадим тайну. Но об этом и многом другом мы знали задолго до начала официальных продаж. И о том, что еще весной первый дастер был собран в Москве. Однако, руководство завода нас просило об этом не говорить. Ну а теперь уже можно. Да, отладка модели шла долго. Поэтому мы и не сомневались, что это будет мегахит. И качество московской сборки с таким подходом не подкачает. Так и вышло. Во всяком случае, Вадим очень доволен машиной. Да и количество дастера-поклонников растет, как на дрожжах. Ну что же, вот тут мы и подходим ко второй части наших погоняшек. Как покажут себя машины на бездорожье? Впрочем, Нива поедет хорошо. Это мы уже знаем. А вот что сможет Рено противопоставить Шевроле в снегу? Или опозориться в первом же сугробе? Вот здесь интрига. И об этом мы узнаем в следующей программе. Наш прошлый выпуск погоняшек мы закончили на интригующем месте. Притом, этой самой интриги сегодня добавит и Александр, хозяин Нивы. Смотрите, что он пишет в письме, когда мы предложили ему посоперничать с дастером. Очень много разговоров ходят про эту машину, что она лучше по проходимости Шевроле Нивы. Ого! Всего лишь год продаж, а дастер уже снискал уважение даже у Нивоводов. Вот вам и кроссовер. Поэтому у нас просто руки чашутся загнать обе машины в снег по колено и посмотреть кто кого. И мы выехали на место действа. Однако, наши погоняшки начались весьма неожиданно. На пути возник мост через речку Веряшку, что недалеко от гидромиллиоративного техникума. Экстрим. Это не где-нибудь в глухой заброшенной деревне. Это город. Местные жители, увидев нашу программу, буквально взмолились. Помогите! Расскажите про мост! Он в аварийном состоянии, а мы каждый день здесь ездим. До беды один шаг. Как же это по-российски? Пока гром не грянет, никто не пошевелится. А может быть в данном случае не стоит ждать? По такому мосту ехать было крайне неприятно. В общем, в несколько омраченном настроении мы все-таки прибыли на место. Впрочем, общение с природой настроение поднимает. Это на первый взгляд зимой жизнь умирает, а на второй по-прежнему продолжается. Просто все скрыто под снегом. Ну, а разведку в поле начнет, конечно, патриот. Хотя у вас и не встретил на участке непроходимых препятствий. Но все-таки первое задание для наших участников такое – проехать по снежной колее. Ее проделывает подготовленная шови Нива Алексея. И смотрите, не так далеко мешает Наст. Ну, а Александр в это время травит давление до одной атмосферы. Он обул Ниву в зимние шипованные шины. Вадим выбрал зимнюю липучку и давление не травил. Ну что, верит в свой Дастер. Но первым на старт выходят Нива и Александр. Ну, и не сказать, что легко, но едет Шевик. Ну, надо же, перед выходом на дорогу садится. А вот лопата у Сани правильная. Ей любой Наст разобьешь. Копает, а сам на соперника косится. Обидно застрять. Вадим осматривает коварный бруствер. Ему сейчас ехать. А ведь идет Дастер быстрее. Вот что значит более мощный мотор. Однако посмотрим, как Вадим выйдет из поля. Александр-то еще сидит. Ну что же, вот так разворачиваются события. Вадим и Дастер дали жару. Заезд номер два пойдет уже не по колее, а по Насту. У Саши есть шансы отыграться. Ну вот, правильно. Наст надо брать ходом. Пока все идет отлично. Но Саня, стоит ли ехать в самый глубокий снег? Есть. Ну что же, с нами эвакуация региона 53. Рома и его подготовленный патриот тут проедут играючи. А мы с Вадимом осматриваем коварный Наст. Как-то его будет проламывать Дастер. Ну и какой итог? Потому как проехали наши участники, можно смело кричать «Дастер рулит!». Однако, не стоит спешить. Конечно, Вадима мы однозначно признаем победителем. Ни разу не застрял. И это именно его победа. Не в обиду Саши, но Вадим ехал более грамотно. Там, где надо, брался наскока. И смотрите, даже поиздевался над Нивой. Она зарылась в снегу, а наглый Дастер подъехал. Сдал задком, словно посмеивается. Че, сидишь? Однако, справедливости ради. Ниве и Александру просто не везло. Они находили именно те ямки, которые Вадим и Дастер умудрялись объезжать. То есть, двигались как бы аккуратнее и продуманнее. Саня же надеялся на раздатку и брал все нахрапом. Иногда получалось, иногда нет. Именно поэтому мы не можем сказать, что проходимость у Дастера лучше. И, кстати, смотрите фокус. Включил пониженную, воткнул первую и выгуливай невусловно собачонку. Вот она, внедорожная сущность. И этот фокус показал не только Александр. В таком режиме можно хоть детей вождению обучать. А главное, благодаря пониженной передаче машина ползет в снегу, как танк. Ну а Дастер, спросите вы, у него же первая передача, словно раздатка. И да, и нет. Смотрите, воткнули первую и плавно отпускаем сцепление на холостых. Нет, скорость все-таки велика, порядка 6 км в час. Да и момент не тот. В глубоком снегу его не хватит. Поэтому там, где можно идти ходом, Дастер рулит. Отличная трансмиссия, мотор и геометрия. А вот там, где езда в натяг, с Нива ему не тягаться. Хотя, не будем однозначно утверждать. Впереди летний сезон и грязь. Думаем, еще покатаемся. Редактор субтитров А.Семкин